Короче, ребят, просто супер-мега-быстрое включение, потому что я съезжаю с профилактория, ну, общаги, можно сказать. Смотрите, сколько у меня пакетов, просто это какая-то жесть. Я собрала всё, всё, что было. Я жила на пятом этаже, и сейчас все эти сумки мне нужно будет спустить одной. Конечно же, не всё сразу, по две сумки, я думаю, за ходов так пять я управлюсь. Ну это капец, ребят. Это всё слишком неожиданно так происходит. Прям слишком быстро, и я просто в шоке. Пора прощаться с этим красивым видом. Он реально был классный. Так, ребятки, мы уже заехали в нашу новую квартиру. Сейчас вам проведу небольшой рум-тур. Начнем, пожалуй, с коридора. Вот наша входная дверь, домофон, ключи. Тут у нас вешавка с одеждой. У нас, кстати, не хватает вешалок, поэтому нужно ещё докупить их. И дальше вот здесь у нас кухня, здесь у нас спальная комната, здесь есть вот такой вот диван, на котором спит моя, скажем так, соседка, подруга. Дальше это моя сумка. Вот такое вот окошечко, шторки и там, естественно, какой-то вид из окна на крышу. Дальше у нас есть вот такой вот большой шкаф, в котором у нас висит одежда. Вот таким вот образом всё здесь выглядит. Дальше у нас идёт вот такой вот комодик. Я его вообще не использую в плане вот этих ящиков, потому что мне не нравится, как он открывается. Также приобрела себе недавно колонку вот такую вот светящуюся. Очень классная вещь, просто обожаю. Также пульт от кондиционера. Вот он там стоит. Дальше у нас идёт две тумбочки. Вот это вот моя, как вы могли заметить и понять это. Тут у меня базовые вещи, которые мне всегда нужны. Ну и в ящиках всё по мелочи расложено вот таким вот образом. Моя сумка из универа. Здесь ещё есть вот такая вот картина с зебрами. Мне она очень нравится. Она как-то дополняет уют этой комнате. И дальше идёт уже моя кровать, моё спальное место, где я сплю и, в принципе, делаю домашку. Всё-всё-всё, как обычно, потому что стола у нас нет. Он есть только на кухне. Пакеты с пакетами, сумка и вот так. Вообще она стояла вот так вот, но мы её передвинули и поставили так. В ванной комнате у нас ничего необычного, поэтому показывать я её не буду. И дальше идёт кухня. Здесь такой вот столик, стульчики. Прикольная плитка кафельная. Холодильник и микроволновка, что самое важное, потому что мне её очень сильно не хватало. Вчера вечером я ездила в Икею и купила себе, наконец-таки, напольную вешалку. Как распакую, соберу, я вам её покажу. Так, я собралась в универ. Так, допиваю свой сок, слушаю музычку на колонке и потихонечку буду выдвигаться в универ уже. Что, ребят, сейчас я нахожусь уже в Тольятти, в своём родном городе, в родном доме. Вот, да, всё так неожиданно происходит, но просто выходные начались. И я сегодня уехала после универа. Мы заехали перед этим ещё в Мегу, в Икею, походили там, посмотрели столы, потому что мне нужен стол в квартиру. Вот, и всё. Также я купила одежду. Так, по мелочи, чисто джинсики там, маечки. Если хотите, в ТикТоке можете посмотреть. Я ссылочку оставлю. Мы с родителями поехали по магазинам, зашли в ОК, и здесь есть скидки на тетради. И тетради здесь очень классные, поэтому тем, кому они нужны, советую заглянуть сюда. Увидела я вот такие вот тетради с мотивирующими надписями. Очень классные, мне понравились. В общем-то, ребят, я уже дома, и хотелось бы показать свои покупки. Вот такие вот тетради я себе взяла. 48-листовые. Мне они безумно понравились. Это для домашек по математике. Вот такие вот с разводами мраморными. Также я взяла себе уходовые маски для лица, бальзам, масло для волос и дезодорант. Сейчас мне нужно будет собрать вещи, потому что я скоро уезжаю обратно в Самару. И вот это вот все я с собой беру. Вот эту сумку я тоже беру. Вот. И еще будет куча-куча вещей. Надеюсь, я все это дотащу, довезу, потому что я поеду одна на маршрутке. Круто. Итак, ребятки, я уже приехала в Самару. И вот, посмотрите, я обещала вам показать напольную вешалку. Вот таким образом она выглядит. Пока что здесь висит не вся моя одежда, потому что у меня не хватает вешалок. Это пока что все, что у меня есть. Но я планирую еще вот здесь вот что-нибудь повесить и дополнить ее до конца. Также я погладила постельное белье новое. Мне мама привезла, дала. Вот так выглядит теперь моя кроватка. Мне кажется, очень уютно получилось. Извиняюсь за свет, но здесь всего лишь две лампы горят из трех, потому что только две есть. Также у меня есть такая гирлянда, и я не знаю, куда ее пустить. Планирую либо на вешалку повесить как-нибудь красивую, либо, может быть, на кровать даже. Пока что не решила. Но в любом случае, что-нибудь есть не сделаю. И зеркало тоже надо будет протереть. На часах 23.30 Лена решила поесть. Я сделала себе кофе, потому что я дико хотела именно этот кофе. Это таблерон и также домашняя еда, которую я сегодня привезла из Тольятти. Ну что, я доделала свою вешалку, скажем так. И гирлянду я решила прицепить на нее, как говорила, опустила ее поверху и по ножкам. Сейчас вам покажу, как она светится. Конечно, сейчас день, светло, но я думаю, вы поймете. Вот таким вот образом выглядит все это чудо. Это очень атмосферно смотрится, когда на дворе ночь и все выключено. Всем добрейшее утро. Я сегодня встала, накрасилась, поела, голову помыла, а потом оказалось, что у нас сегодня пар нет. И получается, я целый день буду сидеть дома, посвящу этот день полностью себе. У нас просто наипрекраснейшая погода, потому что там светит солнышко, и, надеюсь, на улице очень тепло. В общем, сегодня посидеть дома не получилось. Я прогулялась по городу, прошлась по набережной, как вы могли заметить. И сейчас я буду кушать суши. Вот, всем приятного аппетита, кто будет кушать вместе со мной. И еще одна новость. Нас посадили на дистант. Я не знаю, хорошо это или плохо, но, возможно, я уеду в свой родной город на это время, до 20-го числа, а, возможно, останусь здесь. Правда, я не знаю, как все сложится. Вот такие вот суши мне пришли. Сейчас еще хочу вот такой вот кофеечек заварить, потому что это просто самое вкусное кофе и, наверное, самые вкусные суши. Сегодня целый день ходила в этом худи. Хотелось бы с вами поговорить. Правда, я не знаю, куда поставить телефон, чтобы мне и вам было удобнее, и красивая картинка была. В общем-то, я придумала такую концепцию, как зеркало с подсветкой, которое дает хоть какой-то свет. У меня, к сожалению, здесь очень хромает освещение. То есть, во-первых, это светильник, который нифига не дает освещение в моей зоне, скажем так. Во-вторых, у меня нету каких-то ламп, которые были у меня дома. Например, вот эта вот кольцевая лампа, она бы намного упростила снятие видео, но да, пусть будет так. Итак, я хотела бы с вами поговорить насчет переезда моего в Самару. Вообще, как это было и какие у меня ощущения, эмоции. На самом деле, это круто. Круто то, что я исполнила свою мечту и переехала в другой город. Потому что, когда был вот этот вот год сдачи ЕГЭ, я очень сильно волновалась, что я останусь в своем городе. Я ужасно не хотела в нем оставаться. Не потому, что он мне не нравится, нет. Я обожаю свой город, родной Итальятти. Это невероятно красивый город, невероятные воспоминания у меня с ним, и он все-таки родной. И родной она всегда будет с тобой и всегда будет твоим родным городом. Но мне дико хотелось узнать, как это жить одной, как это жить без родителей, как это полностью самоотвечать за свою жизнь, обустраивать ее. И мне очень хотелось сбежать, скажем так, от контроля родителей. Вот. И просто побыть, скажем так, во взрослой жизни хотя бы немножко. Но прикол в том, что не всегда это приводит к хорошим посредствиям, когда у тебя тотальный контроль в семье, когда тебя что-то постоянно держит, а потом оп, и это все исчезает, ты немножко теряешь голову. Теряешь голову ко всему. И ты можешь натворить всякие дела, всякие плохие поступки, за которые тебе придется потом отвечать. Я сейчас говорю про такие нормальные поступки, не то, что там вот пойти направо, налево, нет. Я имею в виду, что здесь ты отвечаешь своей головой, и если что-то пойдет не так, то ты уже будешь отвечать по-крупному, по-серьезному, и тебе придется самому исправлять все свои проблемы. Я, естественно, была к этому готова, то есть я никогда не полагалась на других людей, за меня никогда ничего не решали, кроме таких вот базовых вопросов, а-ля сделать справки, сходить в поликлинику, да, за меня это могли сделать родители. Но, в принципе, я была вполне готова, и это было осознанное решение. В Тольятти я даже не подавала документы, чтобы вы понимали, я просто сказала нет. Либо в другой город, либо никуда, и иногда мне даже хочется вернуться в Тольятти, поступить в ВУЗ Тольятти, чтобы просто вот так вот не ездить по разным местам из одной квартиры в другую, потому что мне не дали общагу, и, возможно, ее дадут только после Нового года. Мест очень мало, а людей, желающих на общагу, неимоверное количество. И не факт, что даже мне ее после Нового года дадут, но сейчас я вынуждена просто скитаться по каким-либо местам. То есть сначала нас селили в профилакторий от ВУЗа, там имеют право находиться наши студенты один месяц каждый год. И вот мы заехали туда, там я нашла классных друзей, классных людей, и если бы я не переехала в Самару, ничего бы этого не было, никого бы я не нашла. Да, безусловно, были бы другие люди в моем городе, но все происходит так, как и должно происходить, я считаю. Вот. Я слишком много болтаю, наверное, вам неинтересно это слушать, но мне просто хотелось поделиться мыслями. Вот. И сначала мы были в этом профилактории. Это что-то вроде общаги, точнее, это и есть общага, только просто тебя там бесплатно кормят, и ты можешь ходить на всякие процедуры. После него мы уже искали квартиру. У меня не было никого, с кем я могла бы снимать квартиру, потому что наша компания состояла, по сути, из мальчиков и одной девочки. Я думала то, что она уже нашла себе соседку, и она меня не спрашивала про квартиру. И вот в последний день, когда нам нужно было уже съезжать, она говорит, Лен, тебе нужна соседка? Я говорю, да, нужна. И мы с ней сплотились, начали искать квартиры, и в этот последний день моя мама нашла квартиру, мы оформили договор, все отлично, и вот теперь мы живем в этой прекрасной квартире. У нас просто идеальный район, как я считаю. Мы живем в центре Самары, если можно так назвать, и у нас под боком есть просто все. У нас есть поликлиника в двух шагах, у нас есть аптеки, прекрасные магазины, ТЦ, до которых просто можно дойти пешком. У нас рядом метро, остановки, трамвайные, которые даже из окна видны, вот эти вот пути, и это просто шикарно. Я считаю, это лучший вариант. И квартира не убитая, квартира достойная. Ну, как я вам уже ее показывала, как вы могли все это наблюдать. И это очень и очень круто. Да. Вот, но единственное, что мне не нравится, это то, что у меня сейчас жуткое состояние неопределенности. Во-первых, такое ощущение, что я сейчас просто не живу, а существую. Такое было и на протяжении всего года, когда я сдавала ЕГЭ, и сейчас оно продолжается просто потому, что у меня, можно сказать, нет определенности вот этой в месте жительстве. Я чувствую, что я что-то делаю не то. И мне вот это вот не нравится. Я не знаю, что с этим делать, честно говоря. Очень сложно. Куча мыслей в голове, все путается. Хочется просто взять, разреветься и, не знаю, ничего не делать. Но так нельзя. Я это понимаю прекрасно. Мне не нравится то, что я скитаюсь из одного места в другое. Это очень сильно напрягает. Напрягает перевозить вещи, напрягает то, что ты не можешь быть где-то в одном месте и обустроить вот так, как тебе хочется. Приходится постоянно куда-то что-то подстраиваться. Это очень сложно на самом-то деле. И просто не знаю. Что касаемо универа, универ, мне мой нравится. У нас прекрасные преподаватели, как мне кажется. Кроме некоторых, ладно, окей, не будем обобщать. Обожаю математику, математичку нашу. Я как будто, знаете, как будто я не поступила в универ, а просто перешла в другую школу, в 12 класс. Очень сильно волнуюсь насчет сессий, как они будут проходить, потому что такое ощущение, что я ничего нифига не сдам, ну, либо сдам очень плохо и лишусь стипендии. Деньги сейчас — это такое дело, что очень сильно пригодится, потому что, когда ты не дома, тебе нужно много на что тратиться. Во-первых, это и проезд, и еда, и все-все-все в таком духе. Вот. В общем-то, я выложила вам все, что я сейчас хотела сказать. Если хотите, могу еще дополнять какие-то свои мысли, вставлять их в ролики. Возможно, кому-то будет это интересно послушать. Вот. Я также понимаю, что я до сих пор не записала ролик по поводу сдачи ЕГЭ. Это интересная история. Это классная история, как по мне. Ну, просто моя история с дачей ЕГЭ. Я бы хотела ею с вами поделиться, но у себя дома я этого не смогла сделать. Постоянно кто-то был дома, постоянно я была чем-то занята, и в итоге просто не хватало ни времени, ни сил, ни желания, ничего. И сейчас вот у меня появилось желание, и я планирую выпустить такой ролик. Нужно его, конечно же, сначала снять, и чтобы свет был нормальный, а не такой, как сейчас. И, возможно, он выйдет ближе к тому моменту, как уже будет кончаться вся эта суета с ЕГЭ. То есть, может быть, в мае или же даже зимой он выйдет. Посмотрим. Как сниму, как будет настроение, как будет желание, то обязательно, как только, так сразу. Простите, что до сих пор этого не сделал. Правда. Ладно, ребята, буду ложиться спать. Всем спасибо, что были со мной этот день. Сладких снов. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok